Здравствуйте, друзья! Вы на канале Умное Здоровье. Это официальный канал газеты Пантелеймон Целитель. Эту газету мы уже выпускаем более 15 лет. И сейчас мы решили воплотить ее в видеоформат. Тема сегодняшнего выпуска – бобровая струя и простатит. Действительно ли бобровая струя помогает при простатите? Какая бобровая струя помогает при простатите? И те препараты на основе бобровой струи, которые сейчас предлагают во множественном количестве нам в аптеках, из чего их делают и действительно ли они помогают при простатите? Мы делали исследования совместно с Центром Второго Сердца Мужчины по поводу вообще бобрового мускуса. Делали эксперименты на мышах. Это, конечно, не совсем гуманно, но тем не менее, если хотите, если хочется проверить результативность какого-то препарата, мы прибегнули к такому способу. Вкратце я вам расскажу о этих результатах. Картинки тут, конечно, не очень аппетитные, но тем не менее, это исследование было интересно и оно проведено. В двух словах о нас, потому что мы еще не сняли информационный ролик о том, кто мы такие и почему мы на этом канале. Мы – редакция газеты «Потелемон Целитель». Как я уже говорил, более 15 лет мы выпускаем эту газету. Накопилось огромное количество опыта. Тысячи людей нам писали с своими историями выздоровления. Также мы исследовали огромное количество методик выздоровления. Также у нас есть понимание того, что для того, чтобы избавиться от любого заболевания, нам надо найти причину этого заболевания, потому что следствие лечить бесполезно. Сколько бы мы его не лечили, все равно нам придется вернуться к тому, но тем или иным боком все равно это заболевание у нас вылазит. Не устраним причину – будем иметь следствие. Поэтому мы в наших выпусках будем говорить в основном о причинах заболевания. Вкратце скажу о возможных причинах такого заболевания, как простатит. Но начнем с того, что любая болезнь – это следствие наших неконтролируемых мыслей. Как говорится в книжке Сенсей, это один из моих любимых авторов, я сейчас зачитаю, что человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем. Другими словами, мы зачастую не понимаем, сколько негативных мыслей в наших головах. И как следствие, особенно с возрастом, негатив этот накапливается, и мы получаем то или иное заболевание. Что касается простатита, интересная информация у нашего друга Валерия Синельникова. Вот его книга, я думаю, что вы читали «Возлеби свою болезнь». Валерий Синельников говорит о том, что в частности о простатите, что простатит – это в основном обида на женщин. Дорогие мужчины, тяжело, я знаю по себе, тяжело очень признаться в себе, увидеть в себе те негативные мысли, ту обиду, которая у нас может быть по отношению к нашим вторым половинам. И это очень серьёзная вещь. И есть прекрасный случай излечения отодоновой простаты, когда человек, осознав в том, что у него есть негативные мысли по отношению к своей жене, просто изменил их и буквально за месяц-полтора избавился от аденомы, хотя она считается неизлечимой. Это не ограничивает его в том, что он не принимает каких-либо препаратов, не ходит к врачам и не лечится традиционными методами. Это главная работа над собой. Могу сказать, что основной причиной любого заболевания является наша мысль, которую мы не видим. Вот книги, из которых я читал цитаты, вы можете скачать по ссылке, описание абсолютно бесплатно. Моё мнение, что человек, который хочет действительно от чего-то избавиться, должен разобраться в том, что у него происходит в голове. Это первоочередная причина всего. Ну, а сейчас поговорим о... Книгу я отложу. Поговорим непосредственно о бобровой струе. Ну, к сожалению, я не могу передать этот запах. Кто никогда не нюхал, это такой запах, как это сказать, таких вот колодок, пригоревших на ЖД-станции. Очень вот напоминает. У меня был в детстве, и когда поезда уходили, я чувствовал этот запах. Мне это очень даже нравилось. Этот запах непривычный, резкий. Наверное, не каждому даже это подойдёт. Но, тем не менее, эта штука действительно помогает при простатите. Но не вся. Итак, в двух словах, что такое вообще бобровая струя? Бобровая струя – это жидкость, выделяемая мускусной железой бобра. Причём, мускусная железа есть и у самок, и у самцов бобра. Говорят, что раньше за мускусную железу, сушёную мускусную железу, купцы давали столько золота, сколько весит эта железа. Издревле считалось, что это очень серьёзный иммуностимулятор, который избавляет от множества заболеваний. Но мы сейчас говорим о простатите. Итак, как происходит сбор бобровой железы? Потому что вообще много лет было принято собирать именно бобровую железу. Бобра убивали и старались как можно быстрее извлечь эту железу, для того, чтобы её потом высушить, для того, чтобы её потом порезать, залить спиртом и получить спиртовую настойку. Но! Есть большое но. На самом деле, лечебным эффектом является именно саможидкость, которая вырабатывается этой железой. Это раз. Во-вторых, те препараты, которые мы сейчас видим в аптеках на бобровой струе, они сделаны именно на настойке бобровой железы. И теперь вопрос. А действительно ли вот эта бобровая железа, которая собирается массово от убиенных бобров, быстро достается из бобра, быстро сушится и быстро, ну не быстро настаиваться, это не столь важно, главное быстро её достать и обработать. Как это происходит? В какой период времени изымается эта железа? Происходит ли процессоразложение? Мы не знаем. Какое количество самого концентрации самой железы, самого мускуса, самой жидкости будет в этой сушёной железе, мы тоже не знаем. В итоге, многие говорят, что бобровая струя не помогает. Что делать? Давным-давно в Европе и в России, в частности в заповеднике Воронеже, был разработать метод прижизненной добычи бобровой струи. Это именно жидкости. Он, по сути, элементарный. Элементарный в своей добыче. Кроме того, бобров не убивают. Они сами с удовольствием отдают свой мускус. Технология сбора проста, как угол дома. В заповеднике, где обитают бобры, вокруг озера ставят своеобразные банки-ловушки. Они примерно такого размера. Я их видел собственными глазами. Вот так вот воронкой они сделаны. На банке наносят запах бобра из другого болота. Вылазит бобёр, начинает метить в эту банку. Сбор сырья происходит по один раз в сутки обычно. Это, конечно же, не зимой. Это в период, когда нету льда, когда бобры спокойно передвигаются по суше. Происходит сбор и получают таким образом бобровую струю. Её потом везут на производство. Производство достаточно сложное, потому что это надо всё выпарить, это надо всё синтезировать. Короче, в итоге получается белый порошок, который потом настаивается и настаивается на спирту. По нашим данным, по нашим исследованиям, вот такая настойка, которая собрана из живого бобра, гораздо эффективнее, чем настойка, сделанная на сушёных железах. Подтверждение этому мы специально не поленились и сделали исследование в Институте зоологии. Вот, вы, наверное, видите это исследование. Делали мы его на мышах. Естественно, мы не смогли вызвать у мышей простатит, поэтому мы контролировали общее заживление. Мы брали мускус, собранный безубийственным методом, о котором я рассказывал, и мускус, настойный на железе бобра. И исследовали на заживание. Им делали раны. Ну, я же говорю, не совсем гуманно. Мне тоже очень жалко этих мышей, на самом деле. Вот есть фотографии. Я не знаю, может быть, наш редактор их вырежет. Но я, по крайней мере, покажу. И скажу сейчас в двух словах о общих результатах. Результаты такие. Мускус, который собран прижизненно, заживляет раны в 4 раза быстрее, чем мускус, который настоян на железе. В общем-то, факт есть факт. Теперь скажу по поводу того, как он работает при простатите. Буду говорить о мускусе, который собран прижизненным методом, безубийственным методом. Мы сделали исследование совместно с Центром Второго Сердца Мужчины. Кстати, они сделали прекрасную книгу, которая называется «Второе сердце мужчины», где можно почитать о причинах простатита, как по мне, прекрасная работа. В ней приняли участие светилы науки. Не буду их озвучивать, захотите найти, вы её найдёте в интернете. Результаты такие. Простатит как таковой, хронический простатит. Если берём количество обратившихся, исследовали 100 человек, 100 человек обратилось с хроническим простатитом и вообще с простатитом. Одному мы не берём, но одному я потом скажу два слова. Значит, результаты такие. Порядка 90% в течение двух месяцев избавились от простатита. Опять же скажу, что значит избавились? Все говорят, вот, я сейчас выпью и буду здоровым навсегда. Нет, это не так. Это не так. Опять же, повторюсь, важно понять причину заболевания. Да, это поможет на уровне физиологии, но есть другие причины, более глубокие. Если каждый захочет, он в этом разберётся. Было бы желание. Книги вам в помощь. Итак, 90% мужчин получили облегчение, как показывает практика, для того, чтобы поддерживать своё состояние, они пару раз в год потом пропивают этот мускус по одному пузырьку. Курс лечения где-то 4 месяца, имеется в виду 200-граммовые пузырьки. 10% не получили никакого результата, либо вообще говорили, как всегда, знаете, да, всё это фейк, всё это ерунда. Ну, как всегда, когда человеку что-то не помогает, он, естественно, ищет проблемы не в себе, а где-то в другом. Итак, уважаемые мужчины, если вы всё же решили лечиться бобровой струёй, я бы, выражая своё мнение, я бы поинтересовался у производителя, как добывается эта бобровая струя. Единственное, что могу сказать в интернете, это 100% струя, которая добывается пожизненным методом добычи, тавтология получилась эффективнее, но дороже. Почему дороже? Ну, понятно, технология производства в разы тяжелее, она не может быть дешевле по определению, но и эффективность, конечно же, выше. Вам решать, вам пробовать, это ваше здоровье. Могу сказать сам, я когда-то искал очень много лет назад бобровую струю, которая добывается пожизненным методом, я её нашёл одну, один производитель, это Эстракт Мускуса, сейчас у них торговая марка Альфа Мускус. Пусть будет эта реклама, можете меня за это побить, но, тем не менее, я знаю, что это работает на собственном опыте, на опыте других людей, поэтому могу смело это рекламировать. По сути, на этом всё. Спасибо, что вы были с нами. Пишите, что бы вы хотели, о каком заболевании вы бы ещё хотели пообщаться, и не только о заболевании. Мы, если вы знаете газету «Пантелемон», то мы очень много тем освещаем, в основном это внутреннего развития человека, потому что мы считаем, что самое главное в любом возрасте это чувствовать радость и счастье от того, что ты живёшь прямо сейчас. И, в общем-то, этому мы и посвящаем наши выпуски, наши исследования и нашу работу. Поддержите её, мы будем вам очень благодарны, если вы нам поставите лайк, если вы напишите нам хороший комментарий. Плохого и так очень много. Плохие комментарии, конечно, можно читать, я их читаю, но как-то грустно становится. Самая главная мысль, которую, в общем-то, мы хотели бы донести всем, что это самое главное в этой жизни, это работа над собой и понять причину, почему что-либо со мной происходит. Если вам не лень это делать, мы очень будем рады, если вы присоединитесь к нашему каналу. Я думаю, и вам, и нам будет интересно. Всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин